Приветствуем вас на передаче Эндрю Вомака «Истина Евангелия». Его служение уделяет особое внимание Божьей безусловной любви и благодати. А теперь давайте послушаем Эндрю. Добро пожаловать на передачу «Истина Евангелия». Сегодня понедельник. Сегодня я продолжаю тему, начатую на прошлой неделе. Она называется «Эгоизм. Корень всей печали». Я знаю, что это название многим не нравится, им кажется, что оно осуждающее, негативное, но на самом деле все наоборот. Когда вы освобождаетесь от своего эго, все меняется. И трава зеленее, и небо более синее, когда жизнь не зациклена на вас самих. Потому что когда вы думаете только о себе, ваши мысли будут очень маленькие. Именно так сегодня живет весь мир. К сожалению, и многие-многие христиане, они буквально зациклены на себе. Когда обстоятельства поджимают, знаете, один из способов, как вы можете найти мир в этих обстоятельствах, в этом мире. Если у вас, например, есть финансовые трудности, пойдите, помогите кому-нибудь, кто живет на улице. Идите в приют, где живут бездомные. Найдите тех, кому хуже, чем вам, и начните им помогать. Начните смотреть на ситуации, в которых оказываются другие люди, чтобы понять, насколько вы благословлены. Отделите себя от своего эго, потому что оно подобно шорам на ваши глаза, которые не дают вам смотреть вокруг. Когда вы живете эгоистично, вы думаете только о себе. На прошлой неделе я уже говорил, что эгоизм подобен наркомании, от него никогда не освободится. Его можно только бросить, и все. Слезть с этой иглы эгоизма. Отвернуться себя. Как сказал Иисус, Матвей 16, 25, что если потеряешь свою душу, то обретешь ее. Я хочу вернуться к стиху из книги Притч 13, 10. Я на прошлой неделе часто его цитировал. Хочу опять к нему вернуться. Это действительно удивительное радикальное заявление. От высокомерия происходит раздор, а усоветующаяся мудрость. В моем переводе говорится, только от гордости происходит раздор. Я уже говорил о том, что гордость, это не только когда ты думаешь, что ты лучше других, но и также низкая самооценка, застенчивость, стеснительность, это тоже форма проявления гордости. Стеснительные, застенчивые люди, на самом деле, люди очень эгоистичные, они думают только о себе. Эгоистичность здесь приходит в результате гордости, и я знаю это точно, потому что сам таким был, и знаю, как такие люди думают. Поэтому стеснительные, застенчивые люди, это люди высокомерные, гордые. И здесь говорится, что только от этого происходит раздор. Вот вам еще один пример. У меня есть старший брат, он на 4,5 года старше меня. Он отличный человек, у нас всегда с ним хорошие взаимоотношения. Ну и мы с ним в детстве часто дрались, как, в общем-то, и любые другие, наверное, братья. Так вот, мой брат Рэй, однажды в детстве он ударил меня чем-то по голове, я даже не помню, чем. Но ударил он меня очень крепко, и потребовалось 2 или 3 полотенца, чтобы вытереть всю кровь. Сегодня, наверное, мне бы наложили швы, но тогда без швов обошлись, и я просто выздоровел, как говорится. Так вот, когда в детстве он на меня разозлился за что-то, ударил меня, и я истекал кровью, и он сказал то, что говорил часто в таких случаях, после того, как мы с ним дрались, он приходил, успокоившись, он извинялся и говорил, «Прости меня, если бы я знал, что я сотворю с тобой, я бы никогда этого не делал». Но на тот момент он мог только думать о том, что я ему как-то помешал или как-то его обидел, но с ним происходило то, что здесь написано, что только от гордости, от высокомерия происходит раздор. Он думал не о других людях, не о мне, а только о себе, что он страдал. Я привожу этот пример не для того, чтобы критиковать брата, я думаю, что мы все так поступали, слава Богу, что мы все выросли, он вырос, я вырос, и мы научились бороться со своим эго. Но когда вы злитесь, когда вы ругаетесь, делаете какую-то глупость, злобе, то это потому, что вы думаете только о себе. Если бы вы могли в этот момент подумать о том человеке, на которого вы разозлились, и подумать о том, почему он так сделал, почему он это сделал, и как на нем отразится то, что я сделаю ему в ответ. Если бы люди думали логически, а не эмоционально, то, наверное, у нас не было бы столько проблем. Как часто бывает, что кто-то пошел, кого-то убил в состоянии аффекта из-за приступа ревности или злобы, из-за чьей-то неверности, и потом они говорят, что вот эти люди виноваты, они меня обидели, но на самом деле за тем стоит следующее, что я чувствовал, что меня оскорбили, со мной что-то произошло, меня унизили, и поэтому вы думаете, что это оправдывает вас, и вы имеете право идти и причинять боль человеку, заставлять его страдать. Все это имеет корнем эгоистичность. Притча 13.10. Здесь и говорится, что раздор происходит только от гордости. Если вы научитесь иметь дело со своей эгоистичностью, подчинять ее себе, то вам будет намного легче, вы научитесь не злиться на людей. Это не значит, что вы перестанете замечать, когда люди делают зло в отношении вас. Иногда бывают злые люди, и нам нужно знать об этом, и нам нужно защищаться, и нам нужно предпринимать определенные действия. Не то, что вы закрываете глаза, но вы не будете злиться на людей. У меня была одна же ситуация, когда я был пастором в церкви в городе Притчер, штат Колорадо, и один из лидеров церкви, мы с ним были друзья, и каждый раз, когда я проезжал мимо его места, где у него был бизнес, я проезжал и останавливался, и заходил к нему как пастор. У меня была такая привычка. У нас в церкви произошла неприятная ситуация, было некое разделение, и он занял сторону моих противников и обвинил меня в воровстве, хотя я даже пожитования не собирал в церкви и не получал зарплату. Но он меня обвинил в воровстве, в прелюбодеянии, в лжи, в том, что я пьянствовал, и обвинял еще много в чем. То есть буквально поносил меня, на чем свет стоит. И когда я пытался с ним поговорить, он наорал на меня и обзывался разными обидными словами. Но я-то знал, что все это ложь, и я не мог понять, почему он так себя ведет, но я не принял это на свой счет лично, близко к сердцу. Кто-то думает, что я себя восхваляю сейчас. На самом деле, я просто вам рассказываю, что произошло, и все, ни больше, ни меньше. Я не обиделся, я возложил все свои заботы на Господа, и вместо того, чтобы думать о том, что этот человек говорил обо мне, я стал думать о нем и молиться о нем, и просить Бога, чтобы он помог ему и помог ему освободиться от той мухи, которая его укусила, что называется. И поэтому я не обиделся, я не страдал, не переживал и не реагировал на его злость. Несколько недель спустя я проезжал мимо его бизнеса и, как по привычке, остановился, зашел к нему поговорить и спросил Джейми, ты не хочешь со мной пойти? Она говорит, нет, он остался в машине. Я зашел, и вы знаете, я ощутил, что он был какой-то недружелюбный, не как обычно. Я чувствовал, что что-то произошло, потом я вернулся в машину и сказал, Джейми, что-то было не так. Он не был откровенно злобный, но он был очень недружелюбный. И она мне напомнила о том, что за несколько недель до этого он обвинял меня в воровстве, в прелюбодеянии и кричал на меня. Я совершенно об этом забыл. Я возложил эти заботы на Господа и настолько отдал их Богу, что даже забыл о них и думать. Я не говорю, что мы должны прощать и вообще забыть. Да, но в данном случае я забыл, и просто это показали того, что я действительно не принял близко к сердцу того, когда человек со мной обратился, обращался, потому что я сам решил этот вопрос в своем сердце. Я не говорю, что я совершенен, не говорю, что я достиг, но я стремлюсь в правильном направлении. И вот такое отношение помогает мне не обижаться. Именно имена, когда я думаю, как написано в этом стихе, что когда мы думаем о себе, мы тогда начинаем страдать и злиться на людей и на поступки. Если вы умерли для себя, то чтобы человек не делал по отношению к вам, это не будет проблемой, потому что вы не принимаете так близко все к сердцу, и дело не в вашем «я». Вы можете спросить Господь, может быть, я действительно делаю что-то не так, раз со мной так обращаются, но если Господь скажет, что нет, это проблема этого человека, может, у него плохое настроение, или еще что-то случилось, и вы сможете просто спокойно пройти мимо этого поступка, этой обиды. И некоторые люди, они ходят, и они все время готовы обидеться, только скажи им слово, и они сразу же слетают с катушек. Это особенно заметно, когда мы едем на машине, на дороге, кто-то вас подрезал, не включил поворотник, перестроился перед вами. И я видел, как на дороге люди просто начинают злиться, выходят из себя. Мы все знаем историю, когда на дороге один другого подрезал, тот достал пистолет и застрелил своего обидчика. И это буквально здесь произошло, в Колорадо, недавно, когда один другого подрезал, тот остановился, достал пистолет и застрелил другого человека, только потому, что он думал только о себе. Вот, он меня подрезал, он меня ненавидит. И люди вменяют вину другим, всякое разное, чего только они не думают про других людей. Я, конечно, знаю, что действительно есть люди, которые ездят как пупы земли, они агрессивные, злые. И есть и такие люди на дороге, да. Но также есть множество людей, которые, может быть, подрезали вас, потому что они думали о чем-то другом. Представьте себе такую ситуацию. Допустим, человек только что похоронил свою жену, с которой прожил 50 лет. И теперь он пытается понять, как я буду дальше жить, как мне теперь вернуться к нормальной жизни после этой трагедии. И он едет домой после похорон, и он думает о своей ситуации, и он совершенно о вас не думал, не собирался вас обижать. Он перестроился, забыл включить поворотник, не потому, что он вас ненавидит и хочет вас унизить, а просто потому, что у него случилось горе. Может быть, кто-то едет от врача, который сказал ему, что осталось жить всего лишь несколько дней. Может быть, там какие-то у человека проблемы в браке или еще какие-то проблемы. Но мы сидим и думаем, вот я, мое эго, нас подрезали. И мы думаем, это потому, что он меня ненавидит и хочет унизить. При этом человек даже вас не заметил. И действительно, была подобная ситуация, когда один человек пришел ко мне, он был зол на пастора, потому что пастор проходил мимо по залу и не поздоровался с ним, и до этого он раньше всегда здоровался, был дружелюбен, а тут прошел мимо, как будто его не существует, и даже не сказал привет. Этот человек пришел ко мне, был недоволен и был готов разделить церковь, потому что пастор, по его мнению, не ходит больше в любви. И я сказал ему, а ты не думаешь, что, может быть, пастору кто-то позвонил, может быть, кто-то умер, может быть, что-то случилось, может быть, он думал о чем-то другом и не поставил вас на первое место. Как такое возможно, что кто-то не подумал о вас, что вы пуп земли, и не поставил вас впервые себя? Понимаете, когда ваше эго в центре вашей жизни, то у вас всегда будет повод обидеться. То кто-то перед вами не так перестроился, то кто-то проехал на красный свет, а вы что, не проезжали никогда, да? Когда вы это делаете, вы это делаете по ошибке, вы хотите, чтобы люди судили вас по вашим намерениям, а не по вашим поступкам. А вот когда другие так же делают, то они неправы. Мы тоже делаем неправильные поступки, так же, как делают их и другие люди. И если кто-то перед вами перестроился, не включил поворотник, может, у него поворотник сломался, вы не подумали о том, что пастор просто был чем-то занят, поэтому забыл с вами поздороваться, может быть, у него очень много дел. Это удивительно. Удивительно, как мы поступаем, когда мы думаем только о себе. Для нас вообще все остальные люди как будто не существуют. Но когда вы начнете думать о других людях, вы скажете, отец, я не знаю, почему он так это сделал, почему он так поступил, но я не знаю, в чем причина. Я хочу показать вам один стих из Матфея 7 главы 1 стиха. Здесь Иисус говорит, «Не судите, да не судим и будете». Это вообще удивительный стих, который часто неправильно используют, неправильно разбирают. Здесь не говорится, чтобы мы вообще ни о чем не судили. Здесь говорится, «Не судите, чтобы сами не были осуждены, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой меру мерите, такой и вам будут мерить». Другими словами, вам здесь не говорится «не судить». Я могу показать вам другие стихи, где Петр, например, Деник, 4 главе, он говорит фарисеям и книжникам, «Рассудите сами, кому нам следует подчиниться, Богу или человекам». В Откровениях 2 и 3 главе Бог упрекает пастора церкви, что он не рассудил, что правильно, а что неправильно в церкви. Здесь не говорится, чтобы мы не судили о людях или о поступках, но чтобы мы помнили, что когда мы судим, и мы также будем судимы. Если мы судим с осуждением, со злобой, с жестокостью, то мы сами пожнем посеянное. Матфея 7, 3, он говорит, «А что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» Лицемер, вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Другими словами, он не говорит нам «не судить», но он нам говорит «будьте осторожны, как вы это делаете?» Не сидите и не придирайтесь друг к другу по всяким мелочам, потому что у вас у самих есть такие же проблемы внутри. Когда мы так себя ведем, мы становимся слепыми ко всем другим. Мы думаем, что все должны подчиняться нам, что все должны от нас зависеть, все должны поклониться перед нами, и что нам должны все уступать дорогу. И когда вы так думаете, у вас у самого из глаза торчит огромное бревно, которое слепит вас, и вы не можете не видеть ничего другого. Представьте, что вы идете по аллее, и вы видели группу подростков, у которых у всех вот такие огромные ракезы на головах, и они все опутаны цепями, у них в руках оружие, биты, они одеты, как гангстеры. Я что, против этих людей? Нет, я не говорю, что люди, носящие такие прически, и так одевающиеся, не одеваются. Нет. Но если вы идете поздно ночью, и увидите таких людей, и вы видите, что это что-то плохое, ненормальное, что это люди за пределами нормы, то вам нужно судить о них. Не обязательно при этом говорить, что они все ужасные, одержимые дьяволом, но лучше эту группу обойти, и пойти по другой улице. Это мудрость. А вот когда мы судим неправильно, мы делаем так, мы смотрим, ага, он носит черное, у него на голове ракез, у него шипы на одежде, значит, он зло. Не знаю, удалось мне вас убедить или нет, но вам нужно судить о людях и о поступках. И если вы говорите человеку, то, что ты сделал, меня обидело, в этом нет ничего плохого. Это не осуждение. Но когда вы начинаете говорить, ты сделал это, потому что ненавидишь меня, потому что не любишь меня, и ты всегда так делаешь, то есть вы уже переступили за черту. Нет ничего плохого, вам судить о ситуации, когда вы говорите, то, что произошло неправильно, плохо, это нормальное суждение. Но когда оно становится осуждением, когда вы начинаете людям вменять вину и говорить, вы делаете это потому-то и потому-то, хотя большинство из нас не знают, почему люди делают то-то или то-то. Мы сами о себе-то не можем сказать, почему, что иногда делаем. Иногда бывает, кто-то скажет нам что-то, кажется, что это какая-то грубость, при этом он совершенно не имел в виду ничего оскорбительного. Может быть, это было не совсем правильно сказано, но вы сидите, и внутри вас обида просто начинает назревать. В первом послании Тимофея 3.2 там сказано, что одно из требований к епископу, что он должен быть трезвым. И речь идет не о том, чтобы он не пил алкоголя, но это требование к его личности, чтобы он был серьезным, сконцентрированным. Если вы проследите значение этого слова, в буквальном смысле, оно значит следующее, не прибавлять ничего воображаемого. Речь идет вот о чем. Когда человек что-то сделал, вы смотрите, и вы не знаете, почему он это сделал. И епископ не должен пытаться читать между строк и догадываться. Вот что я вспомнил однажды, когда я ездил в Канзас 2-3 раза в год, проводил там собрания в течение многих лет. И там была одна семейная пара. Каждый раз, когда я туда приезжал, они сидели на первом ряду. Они приходили за 2 часа до начала, не пропустили ни одного служения. Это были мои друзья, и они были всегда там. Однажды я проводил собрания, и их там не оказалось. И я начал размышлять, почему они не пришли. Потом вспомнил, в прошлый раз, когда они были, я им сказал какое-то пророчество. Это пророчество было не общее, а конкретное, специфическое. И я подумал, может быть, я как-то неправильно его передал, сказал что-то неправильно, неверно, может быть, оно не произошло, и поэтому они обиделись, и поэтому перестали приходить на мои служения. Потому что я где-то ошибся. И в своих мыслях я зашел так далеко, я уже представил, как они ходят, всем говорят, что я напророчествовал им неверное слово, и до такой степени я себя нагнал, что я был на них уже зол внутри. На следующий вечер я проводил еще одно собрание, и они там уже были, они были на месте. Когда я их увидел, я подошел к ним, они сказали, извините, нас не было в прошлый вечер, потому что мы были на похоронах, мы не могли не пойти, поэтому впервые мы пропустили одно из ваших собраний. И вот теперь посмотрите, я увидел, что их там не было, их не было на месте. Это нормально. Но потом, что было ненормально, неправильно, я стал думать, почему они не пришли, я стал их обвинять, веща, которые они не заслужили. Когда вы смотрите на человека и думаете про себя, этот человек, похоже, опасен, лучше я его обойду стороной. В этом нет ничего плохого. Но плохо, когда вы начнете говорить и думать об этом человеке, что он плохой, что он злобный, нехороший негодяй, хотя может он просто так переоделся, это шутка, может быть это розыгрыш, может быть он только что родился свыше и все еще продолжает носить вот такую одежду. Но вы приняли уже решение, вы уже решили за него. Поэтому вы можете сказать человеку, то, что ты сделал, было плохо. Почему ты это сделал? Я тебя обидел? Если бы вы с таким отношением приближались к людям, а не так, что ты это сделал, потому что ты меня ненавидишь. Такими словами и отношениями, вы свое эго разозлили, их эго разозлили, его два эго столкнулись и начинается Третья мировая. А если бы вы обращались к людям без всех этих эмоциональных взываний, и вы бы просто сказали, знаешь, ты сделал вот это, мне было неприятно, почему ты так сделал, почему это происходит. И тогда большинство конфликтных ситуаций мы могли бы совершенно спокойно разрешить. Но большинство людей не думают о других, что у других людей могла быть какая-то серьезная причина, почему они так поступили. Может быть, с ними произошло что-то плохое, что-то трагическое. Если мы бы стали смотреть на историю этого человека, что произошло с ним, вместо того, чтобы думать о том, как он плохо обошелся с вами, вы бы сказали, «Отец Небесный, почему он так поступил? Это причина во мне или в чем-то другом?» Если бы вы стали думать и об их стороне истории, так сказать, то во многом не осталось бы причины ни для какой злобы. Как говорится в притчах 13.10, что высокомерие, гордость – единственная причина раздора. Если вы перестанете думать только о себе, о своем «я», и начнете думать о других, как мы читали филиппийцам 2.3, вы бы увидели, что такое отношение обезоруживает всякую злобу. Вы не стали бы злиться на других людей, если бы не были эгоистичны. Полное учение «Эндрю. Эгоизм. Корень всей печали» доступно на русском языке. Для того, чтобы заказать эту книгу, вы можете связаться с офисом Эндрю Вомака в России. Контактная информация на экране. Кроме этого, книги Эндрю Вомака на русском языке доступны в электронном формате. Для того, чтобы заказать их, вы можете зайти на наш веб-сайт www.awme.net раздел «Шоп». If you are from an English-speaking country, you can use your credit card to order resources by telephone. Our helpline number is 01922 473 300. When calling from outside the UK, you must use your international calling code. Then 441922 473 300. Helpline hours are from 7 a.m. to 4 p.m. Greenwich Mean Time. Or you can visit our website, where you can order ministry materials 24 hours a day, 7 days a week at awme.net. We hope to hear from you today. Смотрите в следующей передаче Истинный Евангелие. Я использовал один стих снова и снова. Еще раз хочу к нему вернуться. Притча 13.10, где говорится о том, что только от гордости происходит раздор, только от гордости, от высокомерия. И я объяснил, что гордость – это не только когда вы считаете себя лучше других, но и когда вы считаете себя хуже других, когда у вас низкая самооценка. Это тоже проявление гордости и эгоизма. И вот еще одна мысль, которую хочу до вас сегодня донести. Когда вы начинаете смотреть на ситуацию с точки зрения другого человека, тогда вы начинаете сочувствовать людям. Точно так же, как делал Иисус. Он любил тех людей, которые его распинали. И он сказал, отец, прости их, ибо они не знают, что творят. Стефан любил людей, которые побивали его камнями в Деяниях 7 главе. И он сказал, не вини им этого вину. Один из его убийц был будущий апостол Павел. И то, что Стефан не проклял убийц, а любил их, возлюбил их, несмотря на их действия, такой поступок отношения Стефана повлияло на Савла. Когда Господь явился ему в 9 главе Деяния и сказал, Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна. Вы знаете, что означает эта фраза в некоторых переводах? Например, когда Петр проповедовал Евангелие, люди чувствовали обличение в своих сердцах от Святого Духа. И когда Господь сказал, сложно тебе идти против рожна, имеется в виду, что Савл чувствовал обличение в сердце. Я думаю, что многие из них чувствовали обличение, но самое большое обличение, которое изменило Савла и в конечном итоге помогло ему обратиться к Господу, это то, что он увидел. Человек, которого они убивали при смерти, умирая, он сказал, отец, не вмини им вину этого греха. Павел увидел столько любви в этих словах в этом человеке, что это обличило его. Слава Богу за то, что Стефан пошел дальше, он не отреагировал по плоти, ему было наверняка очень больно и обидно, но он пошел дальше, он был выше этого, и он явил любовь людям, которые его убивали. И благодаря этому один из них стал апостолом Павлом, который написал половину Нового Завета. Это было большим благословением. Не пропустите передачу истинной Евангелия завтра.